Я думаю, это заслуга работы всей нашей областной команды. Прежде всего, это наша совместная работа правительства и депутатского корпуса, это работа главных муниципальных образований, это большая помощь и наших силовиков, прокуратуры, налоговой инспекции. Мы, собственно, активно общаемся и с бизнесом, и с промышленностью. У нас постоянно ведутся общественные и публичные консультации, и есть договоренность, что необходимо работать максимально законно, максимально открыто, и любые действия, которые могут быть направлены на развитие области, они, конечно, должны делаться совместно и по общепринятым правилам, и по действующему законодательству. Показатели наши по текущему году заявлены, они являются публичными, они приняты на заседании правительства, размещены на сайтах, в средствах массовой информации. Сегодня большая часть торгов и конкурсных процедур уже прошла, появились обладатели контрактов, это компании, которые известны на российском рынке, это компании, которые в том числе участвовали в создании и строительской трассы М11, в создании подходов Крымского моста, поэтому сегодня мы двигаемся в соответствии с намеченными планами и графиками, я думаю, что к концу года нам уже будет что показать и за что отчитаться. Сергей Анатольевич, как оцениваете отчет, с которым Сергей Михайлович выступил перед законодательством и собранием, на что обратили внимание? Отчет о деятельности правительства, с которым выступил губернатор Игорь Михайлович Рудене, это безусловно точка отчета для реализации национальных проектов. Мне показалось очень важным, по сути дела губернатор призвал общество к консолидации Тверской, для того, чтобы реализовать те задачи, которые были поставлены президентом, и то, что сейчас вопросы задавались по дорогам, моменты, связанные с реализацией программ по здравоохранению, по восстановлению памятников культуры и так далее, это вот те самые точки, которые позволяют строить перспективу уже и 2019 года, естественно, и дальше 2020, 2021 и так далее по реализации национальных проектов. По сути дела, здесь вот и сделан был упор, мне так показалось, в отчете Игоря Михайловича относительно того, что необходимо консолидироваться, необходимо объединяться, потому что Тверское общество должно быть едино, и задача у нас у всех общая – сделать так, чтобы жизнь Тверской области стала лучше, активнее, эффективнее. Ну и естественно, что депутатский корпус, я думаю, очень позитивно воспринял отчет губернатора Тверской области по деятельности правительства Тверской области в 2018 году.